всем привет новые супер шикарные находки на металломе смотрите только заехал от фрезерного да ну короче мотор лебедка супер мощная лебедка вот она под цепь это тоже с мотором мощный редуктор лебедка так это я заберу пройдем ушки вы отложили мне супер бойлер бойлер брать нет смысла я сегодня только про них смотрел они ржавеют и в новых срок службы два-три года и все под замену бака замена бака это бессмысленно ой ой этот нет вот это вот крутой шкив посадочная немножко место разбито но это легко протачивается в ту лица и все и вот такой огроменный шкив вот этот шкив я заберу детский велосипедик мечта алиске талиста колесиков нет учу них рули так разбиваются звоночек у них вот эти ступичные узлы и рулевые они подходят на большой велик можно с них выкручивать ну вот это подшипники корпусная целая до крутятся мощь подвалы до крутится нормально не шумит а ну-ка это тоже не шумит отличные корпусные подшипники они наверное одноразовые в этих корпусах их мира продают так прям с корпусом на тоже крутится крутится вертится вот этот плохой этот тоже зашумел но так через один можно выбрать сейчас немножко по выбираю еще крутая тема шнеки можно из них что-то сконструировать металл такой себе хотелось бы потолще еще толстый шнек себе для самоделочки еще диски диски сушника как они там с подшипником кстати внутри накучивать или можно использовать их кстати два вот второй опа заберу кому нужны продам смотрите целые подшипники вот вертится вот так вот навал одеть и можно окучивать там агрус забираем а вот еще нашел вон они придавлены вода и целая куча с подшипниками как бы их подоставать эти диски в общем вытащил с контейнера смотрите какие получаются на подшипниках все по размерам там может пару миллиметров расхождения ну там буквально немножко я думаю на окучивание не повлияет сильно зато на подшипниках на ступицах получается три пары 6 штук но 7 7 никуда вот такое отложу конечно его ну вот три пары есть на продажу по парам на окучнике пойдет вот еще классная штука для трактора видимо шарики плуг тягать наверно но там неизвестно не знаю стоит она денег или нет он мне тяжело кстати можно забрать прицепное для плуга вроде ли как она там сейчас посмотрю в интернете а еще одна сидушка от мопеда состояние не очень и пружина приварена но ладно очень жаль пружина мне как раз нужно ух ты какая классная коробочка для болтовый вообще шикарная легенькая из алюминия да это я возьму суперская вот еще классная вещь ковшик стоит денег миллион ухты почему такой из тонкого металла такой четверочки какой-то облегченный ковшик для экскаватора но у него разбитые посадочные места это ковшик под капремонт но все равно он кучу денег стоит под ремонт редуктор еще какой-то сейчас посмотрим работает ли это штукенция или нет крышку открутил о он у новая замотанные провода талия не новая 4 провода как его а один смотрим и все нормально так три провода три фазы сейчас его подключу проверим работает он или нет так все провода прикрутил надеюсь правильно идем включим розетку проверим вот у меня три фазы есть сейчас узнаем рабочие но или нет а это же по проводам будет долбиться точно нужно как-то это все закрепить так надеюсь двигатель исправный о крутится но все нормально значит двигатель исправный вот эту штуку только сниму долбит по ней вот так нормально будет пускаем весь работает но вам кажется вроде крутится медленно это обман зрения крыльчатка так смотрится он огонь мощь руками не удержать пока теперь это интересно вот эта штучка я ее там крутил крутим то ли обороты вообще не пойму что это такое кто знает неужели регулировка оборотов не пойму но сильнее гудит но точно быстрее крутится все это максимальные обороты звезда быстрее крутится коробка передач с плавной регулировкой вы такое видели вот это крутая вещь вот это крутой редуктор шикарная вещь конечно реально вот вот это типа показывает с такой скорость это минимальные обороты вот он еле-еле крутится но если ручку покрутить стрелка поднимается и как спидометр показывает большие обороты не знаю с какого оборудования напишите в комментариях кто знает откуда эта штука максимальные обороты не вот эта покупка классная проверим мотор от швейной машинки он смотрите даже в комплекте с резинками ну видимо хранился где-то типа в запас это промышленной швейной машинки тоже трехфазная уже подключил но это типа включ включение выключение сейчас мы его запустим включаем в розеточку крутится 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 тихо работает о шкив не крутится короче нужно аккуратненько у него вот это вот сцепление включающие шкив вот он работает типа в холостом режиме тихо-тихо от швейной машинки сейчас попробую шкив поднять и пойдет он в работу или нет у него там то ли центробежное сцепление не знаю как оно работает ладно поднимаю рычажок рычажок о есть вот педаль нажимаем рычаг поднимается он включается пошил остановил пошил остановил полностью рабочий вот здесь какая-то биение такое тарахтение не знаю это нормально или нет эксперты напишите интересно у него плавный запуск попробую чем-то подпереть его нагрузку сделать уголком час по допру так ну типа попробую плавно запуск или резкий поднимаем ух ты плавный у него как сцепление но можно чуть-чуть жмешь на педаль чуть-чуть крутится сильнее нажал сильней классная конструкция для какой-то самоделки вообще шикарно ладно вот такие вот крутые находочки сегодня вот это супер выяснил я что это цепной редуктор вариатор вариаторный редуктор в общем ладно открываем крышку я уже болтики открутил еще не открывал еще один болтик остался очень интересно всего лишь один обзор на ю тубе такого редуктора ну и состояние хочется узнать может его обратно повезу может там уже живого места не осталось так открываем вот как он выглядит так мощницкая цепь вот и в пазы входит такие вот видите штуки вот они в пазы входят за цепочки и выдвигаются или опускаются по пазам такая специфическая вещь вон она как устроена ну радует то что вот эти зубья целые зубья целые и сателлиты вроде бы как тоже целые а ну не сателлиты это наборы пластин вон видите это наборы пластин и они входят вот эти зубья очень интересная конструкция вот пластины даже не знаю интересно пробуксовывать она хоть не будет конструкция очень интересная я думаю что многие впервые такое видят ну а этот рычажок крутишь и уменьшается диаметр в данном случае вот этого вала сейчас я покручу и ремень пережимается на эту сторону немножко кручу и цепь уходит вниз сейчас до конца опущу чтобы проверить состояние зубьев передних конусов я даже о существовании такой конструкции не знал да я думаю и вы тоже смотрите у пындаря станете умней я вон за мотор кручу и зажимаю ручку вот вывел я здесь на максимальный радиус цепь здесь она вниз ушла смотрите как работает я вам покажу вот планка стоит вот так и она или вот так или вот так поворачивается вон вон винт короче вот там винт я кручу за ручку и этот винт тянет планку или в эту сторону или в ту и получается оно или так или так жмет на конуса ну я не знаю может цепь со временем растягивается ну я думаю вещь годная еще поработает масло залить и все будет отлично а вон еще привод на показометр вон на винту к показометру вон там вот вот показометр но стрелочка к винту шестерня идет ну такая простая конструкция в общем то вот здесь еще куча понижающих шестеренок наверное а вот это вот переменная функция понижения ну ладно в общем то целый целый я думаю интересная штука никто раньше такое не видел смотрел еще смотрите две планки вот вот одна планка вот вторая и эти планки с одной стороны сжимаются с другой разжимаются а если в обратную сторону крутить что наоборот вот эти вот планки с этой стороны сжимаются с этой разжимаются и цепь или выдавливает или опускает и передаточное число интересно в машине тоже цепные вариаторы по такому принципу работают ну конуса целая ну если кому нужен могу и продать в принципе а пока он у меня побудет я может с него что-нибудь сделаю вот еще заметил как лепестки работают вот я приближу ну вдруг кто не видел смотрите как лепестки и буду вращать за электродвигатель и они шевелятся вон они пластинки попадают в пазы и зацепливаются за них вот здесь скользят затем хопа зацепливаются не вращаются во в общем очень сложная конструкция даже не верится что такое в СССР могли сделать но рабочие все работает вот даже табличка смотрите вверх ногами ну вот там все написано написано входящие обороты 1350 оборотов минимальные на выходе 8 оборотов максимальные на выходе 36 оборотов то есть входит от мотора 1350 выходит или 8 или 36 это настраивается на звезде вот здесь будет 8 оборотов он довольно мощный и он но в в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok